На этой неделе мы читаем недельную главу Тазрия. Женщина, когда забеременеет и родит сына, и сделает ему обрезание на восьмой день. На самом деле, для этой главы Тазрия и Митсура рассказывают нам о основном болезни, которая приходила в основном за грех Лавшонара. Болезни, которая приходила в основном за грех Лавшонара, за грех злоязычия. Это была такая... Евреи были на таком уровне, что получали наказание за свои грехи прямо на земле. И, в частности, если человек говорил Лавшонара, если человек говорил плохо про других евреев, то ему могло прийти как предупреждение проказа на одежду, на кожу. Но на кожу в смысле одежды. Или на другой вид одежды. Но если человек не успокаивался, продолжал говорить Лавшонара, продолжал злоязычествовать и говорить плохо про других, то могла прийти проказа на его тело. И тогда он сидел вне стана, и он был тамэ, он был нечистый. Его сажали вне стана, он был нечист. Он не мог находиться у себя дома, пока он не очищался. Как он очищался? Должен он сделать шву. Он должен был раскаяться в своих грехах. И только тогда его проказа проходила. В том случае, если он раскаялся в своих грехах. Но давайте начнем с начала главы. Раньше, когда беременеется, родит мальчика и обрежут его на восьмой день. Боема шмини имру эпсару лато. Так написано в Торе. На восьмой день обрежут его крайнюю плоть. Зачем это говорится еще раз в Торе? Ведь мы уже знаем, что есть митцва обрезания в еврейском народе. Зачем еще раз подчеркивать? Абрама вину получил эту митцву. Наш прадец Абрама получил заповедь делать обрезание. И он ее передал своим потомкам. Со мной народ, который подошел от Абрама, это евреи. И то, что евреи получили митцву делать обрезание. Но здесь еще раз повторяется о том, что каждому, кому исполняется восемь дней, надо ему делать обрезание. Так говорят наши мудрецы, что приходят еще раз в это предложение сказать тебе, что Йомашмини восьмой день он отменяет Йомашвии. Он отменяет седьмой день. Седьмой день – шаббат. Что если восьмой день приходится на шаббат, то есть, например, женщина родила в шаббат, то понятно, что восьмой день приходится на шаббат. Тогда брит мила, тогда обрезание прежде, чем шаббат. И несмотря на то, что в шаббат – один из видов работ, что нельзя опускать кровь. В шаббат наушается, и человеку делают обрезание. Но это только в том случае, если на восьмой день. Если, например, шаббат попадает на девятый день, на десятый день, на какой угодно день, то они делают обрезание в шаббат. Только если обрезание попадает на восьмой день в таком случае. Поэтому написано, что восьмой день он отменяет шаббат. Восьмой день, когда обрезание на восьмой день – это отменяет шаббат. Интересно, что может так получиться, что женщина рожает в пятницу, а обрезание делают в воскресенье. Каким образом так может получиться? Интересный момент. Если женщина рожает в пятницу в бейнашмашот, есть такое время, которое после захода солнца, но еще до выхода звезд. Это время сомнительно относится, оно к предыдущему дню или к последующему. Поэтому, если ребенок рождается в пятницу в бейнашмашот, такое сомнительное время, после захода солнца, но еще до выхода звезд, то ему обрезание делают в следующее воскресенье. Почему? Потому что в пятницу ему нельзя делать обрезание, потому что, может быть, это была суббота, и тогда пятница получается седьмой день. В субботу ему нельзя делать обрезание, потому что, может быть, это была пятница, когда она родила, и тогда получается, что суббота – это девятый день. Получается, что есть сомнения, потому что пятница, мы сомневаемся, может быть, это седьмой день, а суббота, мы сомневаемся, может быть, это девятый день. Так. Получается, что ему не делают обрезание ни в пятницу, ни в шаббат, а делают, чтобы избегать всех сомнений, чтобы избежать сомнения, что седьмой день, и чтобы избежать сомнения, что это не восьмой день, а девятый, чтобы избежать такого сомнения, чтобы не делать обрезание на девятый день, ему делают обрезание в воскресенье. Вот такой может быть случай. интересно что с точки зрения кабалы 8 день это всегда и выше законов природы вообще мир так устроен что число 6 олицетворяет материальный мир число 7 олицетворяет духовный мир число 8 олицетворяет нечто что выше всего выше всех законов природы что не входит ни в материальный духовный мир в этом мире например мы знаем что праздник в песах где у нас есть число 7 нас шаббат седьмой день у нас 7 дней пира очень часто встречается когда изме число 7 7 дней продолжается праздник суккот 7 дней продолжается праздник песах 7 дней пира я уже говорю 7 дней которые должна отсчитывать замужная женщина перед тем как она идет в миг у нас есть все до число 77 было свечи свечей в миноре ты пока с каждой стороны в храме и посередине куда были направлены фитили был еще один эти семисвечник украины некоторые путают храмовый семисвечник самки ханки 8 свечи число 8 на заканчивается все праздники у нас начинаются праздники с месяца не сам первый не сам первый месяц года песок потом шагут потом рожа шана потом им кипу потом суккот наконец заканчиваются все праздники шмени ацерет восьмое восьмая задержка 8 это выше законов природы почему выше законов природы обрезания потому что по идее если мы посмотрим то счет счет мы должны человека обрезать чего мы должны наносить такой ущерб хотя говорят что это допустим полезно и так далее но тем не менее бред запрещено носить ущерб своему телу так почему же есть такая митства в ряд что адама решен первый человек был обрезан до того как он совершил грех познания добра и зла после этого него заросло поэтому когда мы делаем обрезание мы возвращаем евреев позицию первого человека до греха позицию адама решена первого человека до греха который он совершил надо сказать что митство обрезания хотя она выше законов природы хотя очень трудно ее понять берут взрослые родители которые вроде не такие уже религиозные берут восьмидневного ребенка берут отдают ему какую-то моюлю который режет его можно сказать что это вообще что это такое вообще что откуда это евреи взяли понятно что заповедь истории надо ее исполнять более того мы говорим что это заповедь имеет колоссальный смысл человек который не обрезан он не в состоянии постигнуть тору на таком уровне на котором может ее постигнуть обрезанный человек поэтому допустим говорится что когда антонинус изучал сраби они были друзья дело в том что раби который радиуда нас их составитель мишны когда он родился то римляне ввели жестокий указ что запрещено делать обрезание но его отец был рыбом робан шимон бен гамлеель понятно что не мог не сделать своему сыну призрали он сделал своему сыну обрезание и тогда донесли правителю иудеи правитель людей в свою очередь далёс императору что банк шимон бен гамлеель ведущий раввин земли израиля сделал обрезание своему сыну но тогда император вызвал к себе его мать рабиуда на си жену робан шимон бен гамлеель с ребенком думаю что отец там был но он как-то не учитывается в рассказе и когда он туда приехал то время когда мама приехала с обрезанным рабиуда я на си прим то там где она остановилась была римская женщина римская знатная женщина которая то же время родила сына антония и когда она позволила подменить своего подменить раби иуду позволила подменить на своего сына и поэтому когда мать рабиуда на си жен арбан шимон бен гамлееля несла своего ребенка показать он увидел что они обрезаны поэтому он сказал что понял что правитель иудеева обманывает жестокий указ снял его и так далее так вот это было причиной того наверно что всю жизнь раби и антониус были друзьями и не знаю точно ком антониусе говорится марки антоний там были несколько императоров антония ведь это имя стало популярным не только у римлян ну вот американского госсекретаря который значит из чисто еврейской семьи тоже будут антони энтони вот так вот тот антони он учил тору вместе с абиудой носи там есть целая история кемаре как он убивал те кто его провожали потому что боялся что на него донесут но в итоге он понял что без обрезания он не сможет постигнуть он сделал обрезание и принял геор так рассказывает наша традиция так вот митсву обрезания на восьмой день евреи делали в самые разные времена в самых разных обстоятельствах пример я знаю что дети которые не сделали митсву обрезания они делали часто ее когда вырастали 8 мравшимом грилюс небезызвестный который вам всем известен я слышал что простят меня женские уши он сделал обрезание в лайк в концлагере в советском концлагере где он сидел за сионистскую деятельность концернной банкой так понятно как это было непросто то же время когда молодые люди 70-е годы прошлого столетия начали делать шуву начали приходить богу то у некоторых возникла такая проблема сейчас такая проблема возникла у меня потому что мне не сделали на восьмой день обрезания моему старшему брату сделали а мне нет и вот я поехал для того чтобы сделать обрезанием в таком возрасте это будет мне уже было 20 21 год я поехал в москву для того чтобы сделать там обрезание там был врач вместе который со стариками садыким с праведниками такими как 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 были там праведники москве старики которые вместе с ним шли на это обрезание у него был свободный день у этого хирурга они делали надрез он зашивал этого свободного у этого хирурга был свободный день воскресенье он работал в институте неврологии по моему или нейрологии и вот он только делал по воскресеньям обрезание помню что я ждал три недели для того чтобы сделать обрезание три воскресенья каждый раз менял билет в том что первое воскресенье которым должен был мне сделать обрезание они заметили слежку кгб за ними второе воскресенье еще что-то не получилось только на третье обрезание на третью неделю не сделали обрезание надо сказать что человек очень запоминает сильно я думаю что восьмерный ребенок не очень запоминает но в моем возрасте человек запоминает этот день я помню например отлично что перед тем как делать обрезание старики московской синагоги расспрашивали у человека почему он решил это сделать почему потому что у них пошли слухи что кгб следит за этим они могут послать своего агента для того чтобы он сделал обрезание для того чтобы всех накрыть накрыть эту лавочку не дай бог вот я помню меня спрашивали почему я решил сделать обрезание я сказал почему а под после меня человек который был он пришел из он был очень такой бойкий бизнесмен он очень хотел сделать быстро чтобы сделали без очереди мне разрешил чтобы ему делали без очереди он kgue он очень торопится у него деловые встречи поэтому ему надо делать срочно обрезание тогда старики стали спрашивать но почему он хочет сделать обрезание ну обычно что обычный человек отвечает на такие вопросы я понял как это важно потому что он понял з的 он говорит я решил сделать обрезанием потому что моя дочь мне сказала что она не пустит меня words в дом пока я не сделаю обрезание. Что это единственная причина? Да. Но представьте, какая жирничная. Его дочка. Но они, старики, стали испугались, стали говорить, может быть, не надо тогда, если только дочка, если не было. Он говорит, нет, нет, я хочу зайти домой. Меня дочь не пускает домой, они обрезаны. В результате ему сделали обрезание. И когда ему хотели договориться с ним, я помню о смене повязки, он так торопился, он был деловой человек, что он не договорился о смене повязки и убежал. Так я ему думаю, и не перевязали. Так вот, это было мое обрезание в Москве. Надо сказать, что это была моя вторая попытка сделать обрезание, потому что на первой попытке я притащил на обрезание своего друга, который не был тогда особо религиозным. Я увидел, что он прямо на столе сделал тшуву. Прямо на столе сделал тшуву. И трошел на шапиром, мой одноклассник, мой друг. А вот мне в тот день обрезание не сделали. То есть сделали ему, потому что у меня поднялась высокая температура, видимо, на нервной почве. Так что мне пришлось еще один раз ехать в Москву, еще раз ждать три недели, ждать три недели. И только после этого я исполнил эту митцу, я исполнил эту заповедь. Если мы возвратимся к шабату на седьмой день, да, мы сказали, что седьмой день у нас наступает шаббат, и только бритмила отменяет законы шаббата. Обрезание отменяет на восьмой день. Если обрезание попадает на восьмой день, оно отменяет законы шаббата. А что сказано про шаббат? Шаббат – это у нас седьмой день. Седьмой день – это духовность. Но восьмой день, который выше всего, выше законов природы, это у нас отменяет седьмой день. Так, восьмерка отменяет семерку. Про шаббат написано, что это огромнейшее митцва, и что наказание человеку за неисполнение шаббата даже сильнее, чем наказание за неисполнение Йом-Кипура. Например, за то, что человек публично нарушает субботу, но наказание скилла побеяния камнями. Йом-Кипур нет такого наказания. Почему? Шаббат, когда человек исполняет шаббат, при этом не исполняет работу, как написано «Лота Асуколь Наха», не делайте всякую работу. Есть два слова, интересно, что в еврейском языке есть два слова, выражающие работу. Есть слово «авуда» – работа, есть слово «млаха» – работа. Если мы посмотрим корни этих слов, то мы увидим, что они очень сильно отличаются. «Вода» от слова «эбет» – раб, «млаха» от слова «мелех» – царь. Значит, нам нельзя делать никакую работу. То есть, если, например, мы перетаскиваем стул, стул тяжелый с одного места в другое в комнате, даже если мы потеем, это не называется нарушением шаббата, потому что это не «млаха», это «вода», это работа. Нам нельзя делать ту работу, которую делал Всевышний, то есть менять, то есть показывать, что мы правим этим миром. Несмотря на то, что у нас нет никаких проблем физических, включить выключатель в шаббат, нам не надо, чтобы добыть огонь, тереть камни друг от друга. Но все равно мы этим показываем свою власть над миром, мы показываем, что мы правим над миром, а мы должны в этот день быть похожи на Всевышнего, который не делал никакую работу, именно «млаха». Та работа даже, которую делает Мелех, который говорит, вот пойди сделай то-то, то-то, мы не должны другим говорить, чтобы они сделали работу в шаббат. Интересно, что про шаббат написано, что это союз, союз между Богом и еврейским народом. И про бритмилу, про обрезание тоже написано, что это союз между Богом и еврейским народом. С чем сравнивается шаббат? Когда еврей соблюдает шаббат, он делает вот что. На что это похоже? Приводят такую притчу, что был царь, который дал одно из, у него принадлежал весь мир, одно из государств, он дал своему визирю, подарил ему. И просто он сказал, что для того, чтобы этот визирь когда-нибудь не вообразил, что он сам и есть тот царь, который владеет всем миром, он должен раз в неделю приходить к нему и показывать ему свою верность царю. Для того, чтобы это сделал для самого визира, чтобы он не вообразил, что он царь. То есть также каждому еврею дано один раз в неделю демонстрировать свою верность Всевышнему. Несмотря на то, что Всевышний дал весь мир в наши руки, и мы его компаньоны в творении мира, и мы его компаньоны в том, что вообще происходит в мире, мы знаем, что очень многое в мире зависит от евреев, он дал нам возможность раз в неделю для нас самих же, чтобы мы приходили и показывали, доказывали ему свою верность в день шаббат. Интересно, что шаббат употребляется в языке Торы, в языке Мишны, и в женском роде, и в мужском. Так, например, говорится шаббатамалка, то есть шаббат царица, это женский род. Говорится бойкала, приходи невеста, это тоже женский род. День субботний его освящая, его в мужском роде. Так, все-таки, шаббат – это мужский род или это женский род? Есть огромная вещь, которую нас учит из этого. Из того, что шаббат употребляется в мужском и женском роде. Написано, Алейхем Ишим Экра. Что такое Алейхем Ишим Экра? Я буду вызывать на вас, я буду вызывать к вам Ишим. Спрашивает Гимара. Ишим – это Анашим или Наши? Отвечает Гимара Элу Талмиде Хамим. Это мудрецы Торы. Шенир им Канашим, ахосимха Эль Канашим. Которые видны, как будто они женщины. Представляете, Гимара говорит Талмиде Хамим, которые видны, как будто они женщины. Но они при этом ведут себя как мужчины. Очень интересно. Как же они видны, как женщины? Что имеется в виду, что Талмиде Хамим похожи на женщину, мудрецы Торы похожи на женщину. По Бен Ишхаю, говорит Бен Ишхаю, что по Бен Ишхаю нету разницы. Это Захар или Нкэва. Это мужский город или женский. По Бен Ишхаю есть разница такая. Что тот, кто Машпия, тот, кто влияет на кого-то, это мужчина. Тот, кто получает это влияние, это женщина. Почему написано, что Томи Вехамим видны как женщины? Но при этом они делают хайль. То есть они ведут себя как мужчины. Как это понять? Почему они видны как женщины? Потому что вроде видно, как будто анима мушпоим. Как будто бы они получают влияние. Они не работают. Нужно им давать бюджет. Нужно им давать стипеню. Нужно их поддерживать. С другой стороны, они влияют на тех, кто их поддерживает. То есть если человек хочет, чтобы его эсак, чтобы его дело имело удачу, должен поддерживать мудрецов Торы. Еще почему они как инкева, как в женском роде, потому что это не Томиды и Хамим. На самом деле Томид Хахам это больше, чем Хахам. Томид это тот, который получает влияние от кого-то. В то же время он и отдает, он получает влияние от более серьезного Томид Хахаба, от более важного мудреца Торы. И отдает кому-то это влияние. В любом случае отсюда мы видим, что шаббат, он с одной стороны получает влияние. Вот, значит, с одной стороны он получает влияние, с другой стороны он дает это влияние. Кажется, что он получает влияние, потому что люди же не работают в шаббат. Откуда к ним приходит еда в шаббат? Откуда к ним приходит то, что они едят, то, что они пьют в шаббат? С емей холь. Они приходят с будничных дней, не с шаббата, а с шести дней недели. Но в то же время, что вызывает этим шести дням недели, что вызывает то, что человек может заработать, чтобы у него было что есть и пить в шаббат? Макора браха, шаббат источник богословения. То есть получается, что в шаббат поэтому и мужском и в женском роде употребляется, потому что с одной стороны он мужпа, с другой стороны, с одной стороны он получает влияние от них, от них одни недели, с другой стороны он дает им влияние. Рассказывают, что как-то один человек был, который играл целый день, основного занятия было в том, что он играл в шешбэш. Шешбэш так в Израиле называют нарды. Мы в Союзе называли это нардами. По крайней мере, в Грузии это называли нардами. Шешбэш. Он играл целый день с друзьями. И вот один день пришла полиция, забрала его, задержала его и приводит его на суд. Ну, этот человек обращается, когда его зовут на суд, обращается к своим друзьям. Говорит, пожалуйста, помогите мне, сопровождайте меня в суд, чтобы я не пошел туда один. Я боюсь. Сказали ему его друзья. Сказали ему его друзья. Мы не можем с тобой пойти, потому что мы не можем. Мы не можем тебя сопровождать в официальном больнице. Вдруг он вспомнил, что у него есть один друг, которым... А, до этого, до друга, он сказал, «Хорошо, но есть у меня семья, может быть, она согласится меня сопровождать. Семья тоже отказалась в его сопровождении. Он вспомнил, что у него есть один друг, которым, если он обратится к нему, у которого он встречается раз в неделю, он научит Тору, может быть, он придет к нему. Тогда тот пришел и сказал, «Не только я приду с тобой вместе, но я буду твоим адвокатом». А что на самом деле говорится? В этой истории говорится о том, что когда человек приходит в тот мир, он думает, что его будут сопровождать деньги, он думает, что его будет сопровождать семья, он думает, вся семья его провожает только до зала, деньги его вообще не провожают, до могилы. А кто только является из его друзей, который он учил в течение своей жизни, она является вместе с ним и служит его адвокатом. Рассказывается в этой главе, что у человека могли быть поражения, проказа в разных частях его тела. В частности, могла быть проказа на голове или на бороде. То есть на месте, где он растет в волосы, на голове или на бороде. Еще вам интересно, что если признаком проказа на другом месте, где не растут в таком количестве волосы, был обычно белый волос, который появлялся, он был признаком проказа, то если у него была проказа на голове или на бороде, на месте головы, на месте, так сказать, лысины или бороды, то эта проказа, там ее признаком был желтый. Весна рассказывает, что Афаим Каневский вот он, пришел из этой жизни. Когда он был молодым, нашли к нему как-то отец и сын. И сказали, что у сына есть какая-то странная болезнь. У него пол лица у него не работает. Шитук, то есть такой паралич в половину лица. Через что им делать? Друг. И это очень ему неприятно, естественно. И очень его позорит. И они пошли к врачу, и это им помогло. Тогда они пришли к Афаим Каневскому. Афаим посмотрел на парня и спросил. Скажи, пожалуйста. Он сказал ему. Скажи, пожалуйста. Ты готов отпустить бороду? Парень ответил сразу, потому что ему было трудно это сразу предъявлять. Но в итоге он сказал, да. Тогда раб благословил его Марфош Леймас. Сказал ему, чтобы он вылечился. Благословил его на выздоровление. И интересно, что уже на ступеньках дома, когда они выходили от раба, парень вдруг почувствовал, что на части лица, который был парализован, он почувствовал какое-то движение. Через 20 минут его лицо вернулось, как было раньше. Ну, когда рассказали эту историю внуку Рабхайма, Раби Мордаху и Цивьону, он обратился к своему деду и спросил его. Дед, в чем связь между бородой и выздоровлением от паралича лица? Почему ты ему сказал, что ему надо отрастить бороду? Ответил Раби Хайм ему так. Известно, что борода это адрат паним. Борода называется адрат паним, это значит украшением лица. Украшение лица было испорчено посредством паралича. Тогда выйдет, пусть будет снова у него, пусть у него отрастет борода. Тогда у него будет снова, значит, украшение лица вернется на свое место. В другом случае рассказывает доктор Рад про своего друга, врача, у которого был зук, проходил у него тыпуль. Его проходил, супружеская пара проходила у него лечение, чтобы удостоиться детей. и они не были соблюдающими людьми. В итоге этот раф увидел, что у него, в итоге этот врач увидел, что у него не получается. Он сказал мужу, я не вижу здесь удачи, я вижу, что у меня ничего не получается. Есть на браке один человек, который был благословляет и это помогает. Стоит вам пойти к нему попробовать. Зашли доктор с мужем и женой Крабхайма. Сказал доктор Абхайму, что есть человек женаты и уже много лет у него нет детей. Абхайм поднял на него свои чистые глаза, посмотрел на этого еврея и видел, что у него есть куку, что у этого еврея есть куку, такая косичка, у него очень длинные волосы. Посмотрел на него, Абхайма сказал, двух женщин это не проходит, двух женщин не может быть детей. Получается, что он сказал, подстыги волосы и ты будешь спасен. Через какое-то время были бессороты лодки, через какое-то время были радостные известия, что это семья родила ребенка. Но какая связь между стрижкой мужчины и рождением ребенка? Всевышний делает иногда чудеса посредством праведников, потому что иногда нужно, чтобы было старание человека, чтобы он был бы достойным чуда. Но и нужно, чтобы был бы какой-то праведник, который помолился за него. Поэтому тогда Всевышний делает ему чудо. Сказал один парень, что он пришел к Абхайму и попросил у него разрешения брить бороду из-за того, что он страдает от того, что часть бороды у него выпадает. И он добавил, что если ее побрить бритвой опасной, то, что нельзя, то волосы укрепляются на бороде, и тогда у него будет сплошная борода красивая. сказал Мурабхайм так, что йод вагабали, полная чекуха, если ты опасаешься, что у тебя не пойдет шедух, что у тебя будет сватовство, у тебя не удастся, и что, может быть, некрасивая борода тебе повредит, так ты найдешь женщину, которая именно захочет жениха с бородой. Так оно и было. Первая пара, первую девушку, которую мы предложили, она именно хотела жениха с бородой. Что сегодня труднее? Мы сказали, что глава зазрема за грех лошаднара, за грех злоязычия. Что сегодня труднее? Говорить или молчать? Говорит Гемара так. Мила бэ сэла, штыкута бэтрин. Гемара говорит так, что слово это оценивается в сэла, это такая монета, а молчание оценивается в два сэла. Получается, что если слово стоит 100 шекелей, то молчание стоит 200 шекелей. иногда молчание стоит гораздо дороже. Сказывается, что в Гемаре, что когда была одна из десяти казней в Египте, были лягушки. Такой цель, лягушки, они были такие храбрые, некоторые из них полезли в печки. Интересно, что из них Хананя, Мишеля и Азария учили, что надо делать имя Бога и зайти в огневую печь. Так вот, какую лягушку, какую награду они получили, рассказывается, что именно они выжили, те, которые полезли в печки. Так они выжили, они жили еще два года в Ниле. Но если еврей, например, режет барашку, барана, выходит у него трефы, не кошерные. Что он делает это? Написано лакелеп, собаки отдайте. Собаки отдайте, почему? Потому что, когда евреи выходили из Египта, собаки молчали. Награда до сих пор собаки за это молчание, что евреи отдают собаке не кошерное мясо. Но сколько они молчали? Максимум 4-5 часов. Награду получают все их потомки, потомки этих собак. То есть, почему лягушки получили только два года за то, что они порезли в печке, а собаки получили вечную награду. Говорит Раби Алия Лапьян. Отсюда мы видим, что награда за молчание иногда больше, чем награда за самопожертвование. Ты горишь, ты хочешь, ты взорвешься сейчас. Если ты не скажешь, что ты не сможешь жить так, но если ты будешь молчать, ты получишь вечную награду. Если ты приходишь утром в синагогу и кто-то сидит на твоем месте, молчи, сядь на другое место. Если ты возвращаешься домой, дети перевернули весь дом, молчи. Если ты едешь на работу и застрял в пкаке и застрял в пробке, кто-то тебя объезжает, кто-то тебя подрезает, молчи. Если ты пришел в свою контору и босс дает тебе не по заслугам, ругает тебя, молчи. Если ты хочешь поесть обед и забыл свой кошелек дома, молчи. Если звонят тебе из хедера и говорят, что сына выгнали и он идет домой сейчас, молчи, не ори на него. Если ты выходишь и видишь, что твою машину разбили, молчи. Когда приходишь домой, ты уставший, весь день ты не ел, ты очень хочешь сейчас поесть, и жена тебя не приготовила ужин, молчи. Когда ты идешь спать и видишь, что на твоей подушке лежит бамба, молчи. до этого ты был создан. Ты думаешь, что ты пришел в этот мир для того, чтобы работать хай-тек, для того, чтобы заработать большие деньги. Или, может быть, ты думаешь, что ты пришел в этот мир для того, чтобы быть плотником, или, может быть, хазаном, или, может быть, рабом. Ты пришел в этот мир для того, чтобы молчать. Основная задача человека в этом мире делать себя немым. У нас был в Израиле такой министр образования, у которого была фамилия Абу-Гава, и он знал 15 языков. Для нас он встретил одного мудреца Торы, который был известен как Большой Молчун, и спросил его, Кивода Раф, откуда вы выучили молчать так много? Откуда вы выучили искусство молчания? Калму-Раф, что в тот момент, когда ты учил 15 языков, я учился как молчать на 70 языках. Почему говорят наши мудрецы, что хахам адив минаби? Почему наши мудрецы говорят, что мудрец лучше, чем пророк? В каком-то смысле лучше. Потому что пророку запрещено сдерживать свое пророчество. Он должен говорить. Но хахам, кажется, может молчать. Понятно, что поэтому он лучше, чем налип, поэтому в этом смысле он лучше, чем пророк. Рафнесин Карелец, Рафнесин Карелец, Зацаль, он был из городка, который назывался Косово в Украине. Он говорил так, в Косово молчали. При этом понятно, что надо говорить. Надо говорить слова Торы. Надо говорить слова Торы, потому что молчать можно на все остальное. Но говорить слова Торы нужно. Пророку запрещено. Откуда мы знаем, что это не была обычная болезнь, которая называется проказа, или что-то похожее на нее. Мы знаем, у Камю был такой великий писатель. У него есть роман «Прокаженные», который расправляли на остров, потому что они были очень заразны. Откуда мы знаем, что тело на самом деле было про духовные болезни, а не физические. Дело в том, что в Торе написано так. В тот день, когда Коэн определял человек таме или не таме. Коэн определял человек чистый или не чистый. И вот в тот день, который ему показывали, он говорил, что человек чистый или не чистый. Что значит в тот день? Отсюда, говорит, Раша, учит нас, чтобы были дни, в которые не показывали ему. Например, Хатан, в котором появилось что-то похожее на проказ. Жених. В течение семи дней пира ему дают их провести, его не показывают Коэн. Не показывают его, не делают его таме, нечистым. Но ждут его после семи дней пира. И только после этого видят его Коэн и говорит, что он таме или ле таме. Говорит, что он чистый или не чистый. Откуда у Хатана есть проказы? Откуда у праведника есть, у жениха есть проказы? Ведь мы говорим, что проказы приходят в основном за грех злоязычия и за грех гордыни. Но если мы знаем, что Хатану, что жениху прощаются все его грехи в день его хупы, когда он успел согрешить, чтобы у него был царат, чтобы у него была проказа? Объясняет Акроби Мигур, что то, что написано, что Бог прощает Хатану все грехи, жениху все грехи, это именно грехи, которые между человеками и всевышними, но грехи, которые между человеками и ближними, его Бог не прощает. А царат приходит за грехи, проказы приходят за грехи, которые между человеками и поближними. Но есть еще одно объяснение. Есть Медраж, который говорит, что Ильяу Анови, пророк Ильяу, должен находиться на каждом обрезании. Из-за того, что он ревновал за еврейский народ, и он сказал Богу, что евреи оставили твой завет, что евреи не делают обрезания. И тогда Всевышний его наказал тем, что каждый раз он должен присутствовать на обрезании, его душа присутствует на обрезании каждого еврея. Но в то же время пророк Ильяу, из-за того, что он был канай, из-за того, что он был ревнивец, он не может находиться среди Балиабирот, среди грешников. Тогда Всевышний обещал ему, что он будет прощать всему, все общения, которые находятся на обрезании, будет прощать грехи. Из-за того, чтобы он находился в обществе правильных, пророк Ильяу. Спрашивает Рабишто Мазан Мануэрбах. В Йом-Кипур есть мнение, что сам Йом-Кипур искупляет за грехи евреев. И все-таки мы говорим, что Йом-Кипур не искупляет без тшувы, без раскаяния. Получается, что если человек приходит на брит, на обрезание, получается, что без всякой тшувы ему прощаются все его грехи, без всякого раскаяния. Но понятно, что ему прощаются грехи только на тот момент, пока пророк Ильяу там находится. Такое объяснение дается. Ему прощаются грехи только на то время, пока пророк Ильяу там находится. Так возможно, что другое объяснение, не объяснение Рабишто Мазан Мануэрбах, который сказал, что хатану, что жениху прощаются все грехи между человеком и Богом, а между человеком и человеком не прощается. Вот есть другое объяснение, что ему прощаются на то время, пока есть свадьба. Но после свадьбы они возвращаются. И это можно сделать, их можно стереть только от чувства, только раскаяния. Вообще это была ужасная болезнь. Говорит, что как человек попадает в такую ужасную болезнь? Он сидит в одиночестве, его органы могут падать с него. Каждый, кто его видит, кричит «Таме». И он кричит «Таме». То есть он тоже становится нечистым. И ему запрещено учить Тору даже. Как еврей может достичь такого уровня, такого падения? Какие грехи он должен совершить? Говорит «Хатам Суфер» «Зет ие Торада Мецура». Вот будут законы Мецура. Мецура прокаженный. Мецура состоит из двух слов, говорит «Хатам Суфер». Моцы «ра» выносит зло. Что он выносит зло на каждую вещь, которую он видит. Каждый раз он говорит «Ралли, плохо мне». Как было на уроке – плохо. Как было на работе – не спрашивай, плохо. Как было на прогулке – плохо. Он целый день страдает. Если ты его спросишь, как он поживает, он тебе скажет все возможные тучины, почему ему так плохо и очень-очень плохо в этом мире. Если человек находится в таком состоянии, он не в состоянии увидеть добро, которое, милосердие, которое Всевышний дает ему, то он достигнет самых больших грехов, которые есть только в мире. Он придет к самым большим грехам. Вместо того, чтобы сказать спасибо Богу за жену и детей, которые Всевышний ему дает, он только жалуется, он недоволен ими, и жена его не устраивает, и дети его не устраивают. Все у него плохо. Все у него горько в этой жизни. И тогда он начинает говорить, тогда он становится он выносит зло из своего языка на весь мир. Каждый еврей должен, каждый еврей, который приходит домой, начинает рассказывать своей жене, какой тяжелый день у него был, как все было страшно, как этот его обидел, как это ему наступили на ногу, как его подрезали. Все плохое, что он только видит, пусть он ждет сара, пусть он ждет проказа. Но не только муж. Если женщина приходит муж домой, она ему рассказывает, как дети ей надоели, и как ей было плохо дома, и как ей тяжело, и как она мучается, и как она страдает в этом мире, тоже пусть ждет проказ. Но сегодня проказа нет. Так может, не дай Бог, другие болезни. Человек должен выходить домой с улыбкой. Перед тем, как он заходит домой, он должен посидеть пять минут и подумать, какие хорошие вещи Всевышний сделал с ним сегодня. Чтобы он рассказал дома только это, рассказал дома только это. Его почти уже чуть не задавила машина, но в последний момент Бог спас его. Что в последний момент, перед тем, как взять грушу в рот, он увидел там червяк. Бору Ашем, что он ее не съел. Что его подрезали на улице, а он даже не просигналил. Он даже не разозлился. Что сегодня он не спорил со своим боссом, а сегодня у него было прекрасное отношение на работе. Вот что он рассказывает. А если человек будет рассказывать еще немножко, то он будет открывать, как Бог ему помогает в каждом его действии, которое он делает. и как, если человек задумается, то он поймет, насколько Бог делает ему добро в этой жизни. Ты сегодня поел, будешь счастлив, что ты поел, будешь благодарен Богу. Знаете, сколько людей не могут кушать или едят через зонт? Ты сегодня увидел солнце, знаешь, сколько людей не видят солнца, потому что они сидят в тюрьме, в карцере. Ты сегодня здоров, ты идешь на двух ногах, ты видишь двумя глазами, ты слышишь ушами, будешь счастлив, благодаря Богу. И это лекарство от Сарата, это лекарство от проказа. Это будет преграждать каждую проказу, каждую болезнь, к которой у человека может прийти. Как говорят врачи, что все болезни на нервной почве, если человек будет все время доволен и счастлив, если он будет доволен тем, что у него есть, у него не будет никаких нервов. Есть такой закон в государстве Израиля. Что каждый человек, который достигает 100 лет, то Рожаир, глава города, обязан его посетить, этого человека. Не Рожаир, я извиняюсь. Монткаль Битуахлиуми, глава Битуахлиуми, глава службы национального страхования, он должен посетить того старика или старушку, которая исполнила 100 лет, и спросить, как они поживают. Ну вот, доктор Мирон, такой был в ней браке, Монткаль Битуахлиуми, он пошел навещать раб Вознера, в ней браке, которому исполнилось 100 лет. Я стал, чтобы спросить его, как он себя чувствует. Он спросил его, Хэбе, расскажите мне, заслугу чего вы удостоверились в таких дней? Ответил ему Раф Вознер так, я тебе расскажу историю Бен-Ишхая. Один раз лев был голодным, он не ел 4 дня, и у него жуткий запах шел изо рта. Так вот, пошел лев в лес, вдруг он видит осла. А осел закричал лев. Ну, тот подошел к царю, весь дрожит. Скажи мне, пожалуйста, у меня есть плохой запах изо рта? Осел сказал, конюху, сказал, господин мой царь, я скажу вам правду и только правду. Есть ужасный запах из вашего рта. Так, говоря с царем, сказал лев и сожрал осла, вместил его в правую часть желудка. Пошел он дальше, видит лису, спрашивает он ее, понюхай, у меня есть запах изо рта? Говорит ему лиса. О, великий царь, я скажу правду и только правду. Из вашего рта пахнет, как из рая. Потрясающий запах идет изо рта. Что? Сказал лев. Ты врешь, мне нагло в лицо и сожрал, поместил лисицу в левую часть желудка. Пошел он дальше. Надо было еще середину заполнить желудка. Видит барашку. Видит он барашку, спрашивает леву барашки, скажи, пожалуйста, какой у тебя запах изо рта? Какой у меня запах изо рта? Спрашивает барашка и говорит. Господин царь, я уже три дня как простужина. Я не могу почувствовать, я не могу понюхать запах, я не могу почувствовать запах из вашего рта. Сказал ей лев, твое извинение принимается. И отпустил барашку. Это историю, которую рассказывает Бен Ишхай. А столетний Равкознан сказал доктору Мирону так. Я уже пожилой человек и все свои дни я был простуженной барашкой. Там, где были мнения, споры, ссоры, всюду я был простуженной барашкой. За счет этого я прожил долгую жизнь. Медраж, то есть я заединяюсь автора, который рассказывает на эту главу, рассказывает про царя, про министра обороны Арама, которого звали Нааман. И он был митцаром, он был прокажен. он был прокажен и в плен попала к ним еврейская девочка, которая обслуживала его жену. Сказала Нааману, у него была проблема, он был прокажен. Сказала Нааману, что в Шумроне есть пророк, который может вылечить вас от проказа. И взял он с собой 10 хикаров серебра и 6 тысяч золота и взял одежду. То есть он понес подарок пророку. Как бывает у еврейских баб, так называемых. Баба это не женщина, а в смысле баба это человек, который строит из себя большого каббалиста. Все деньги смотрят, на деньги. Поэтому он понес ему хороший куш. Так Ириш его даже не пустил к себе. Парню, который там стоил ворот, он сказал ему, что для того, чтобы вылечить от проказы, ему нужно семь раз окунуться в реку Иорден. Сказать нам эта история с книги Махим из книги царей. Сказать нам книга царей, Наман очень разозлился, пошел и сказал, разве не лучше реки Сирии, чем реки Израиля. Вот я в них выкупаюсь и очищусь. Но понятно, что он таскал от отчаяния. Тогда подошли к нему его рабы и сказали ему, что тебе стоит? Возьми, попробуй, что тебе стоит окунуться. Может быть, кто его знает? Все таки он сказал тебе, серьезный человек, сказал тебе окунуться в семь раз в Иорден. Попробуй, максимум ты не очистишься. Он спустился и окунулся семь раз в Иорден, как говорил человек Божий Алиша, и вернулась его плоть, как плоть молодого юноши, и он очистился. То есть то, что сказал ему пророк, он сделал, это сработало. До сих пор это история. Сейчас мы должны понять несколько вещей. Когда Наман приходит к пророку, он бесится, он злится, на что. Почему пророк не выходит ему навстречу? Почему он все-таки министр обороны целой страны, арам грозной страны? И с каких пор Иорден вылечивает от Сарата, проказы? Где мы это слышали? Мы знаем, что Коэн может вылечить от проказы, но Иорден обычная река. Коэн может вылечить от проказа. Но ведь дело вот в чем. Наман был прокажен. Почему он стал прокажен? В чем была причина его проказа? Проказа ему пришла наказание за гордыню. Поэтому прежде всего он был наполнен своей гордыней. Тогда когда Алиша его не впускает к себе домой. Он спускает его с гордыни. Она вызывает ему этот Сарат. Она вызывает ему этот проказ. он не понимает свою идею. думает, что пророк просто его не уважает. Что он просто не баба, которая должна творить чудеса. И поэтому он думает, что он просто баба, которая творит чудеса за деньги, которая делает все это за одежду, за серебро, за золото. Когда он приходит к пророку, он приходит со своими лошадьми, с поклажей, с тем, что он принес ему, со своими рабами. предвидит пророк, что он пришел со всей своей гордыней. Он посылает его мадо, и уношу, кихази, чтобы он получил немножко охна, немножко он смирился, тогда он окунется в верден, тогда он смирится со своей гордыней, и тогда он станет чистым. Так оно и происходит. Как написано в книге Малахим, Байретт и спустился. Он спустился с чего? Спустился окунуться, но второе объяснение, что спустился со своей гордыней, и это сделало его чистым. Окей, это все, что я вам на сегодня успел рассказать. Я хотел рассказать намного больше. Сегодня, к сожалению, не получилось. Я просто хочу сказать, что в следующий раз урок будет не в понедельник, а в воскресенье. На следующий